Всем привет! Добро пожаловать на канал Рокингеймс! Сегодня будем продолжать проходить кражан в героическом режиме и сразимся с гневом пустоты в героическом режиме. Гнев пустоты имеет способность ярость пустоты силой героя. Ваш герой получает плюс 8 к атаке до конца вашего хода. В отличие от обычного режима, плюс 3 к атаке. Но я так понимаю, будет иметь также больше здоровья в виде дополнительной брони. Играть будем за обычного зоолока, ну с небольшой модификацией под этого дракона. Побольше таунтов и побольше урона. Поехали! Гнев пустоты уже имеет способность за одну единицу маны, и она остается автокастом. Ну, ожог души мне тут в принципе не нужен. А вот таунт это нужен. Это очень хорошо, что он мне заходит. Но у меня нет первого дропа. Никакого. О, заходит демон бездны. Да, тут есть два портала, красный и синий, и они направляют два луча в дракона. Синий портал, персонаж в синем луче получает только одну единицу урона от любого источника. А красный портал, персонаж в красном луче получает способность неистовства ветра. То есть, мне нужно всегда держать таунт в синем портале. Тогда он не сможет меня ударить. И он вынужден будет неистовством ветра, со своей способностью с автокастом, два раза удариться аптаунт с одной единицы урона. Что в принципе нормально. Так, он вот, срабатывает у него автокаст на восемь, но он не бьет. Не бьет, он не идет в лицо. Жонглера ставить сюда смысла нет. Пока что оставлю археолога. Ну, жаль, что археолог не дает таунта за одну единицу маны, хотя бы какого-нибудь. Ну, здесь я, наверное, возьму варгена. Иду в лицо. Следующим ходом постараюсь сюда поставить уже члена совета темнолесия. Чтобы он прокачивался и наносил урон. Да, в лицо, в лицо, пожалуйста, еще раз в лицо. Ну, в принципе, нормально. В этот ход я ему смогу нанести пять урона. Тут у меня идет нистостого ветра, а здесь таунт. В принципе... А, ну да. У него уже нет нистостого ветра. Ставим сюда члена совета. Надеюсь, он его не будет забирать, а проигнорирует. И я его смогу прокачать. Ммм, вспышка. Ну, ничего страшного. Но он уже уничтожает мой таунт. Мне нужен новый таунт. Воу! Это отличная комбо получается. Ставим. Так. Я думаю, нужно поставить... Обычного раздражатора и дравнувся. Да. Пока просто на четыре заряжу. Так, снова прокачивает. Атаку на четыре. Кольцо. Что у тебя есть за четыре маны? Здоровье всех ваших... А, здоровье всех существ противника равно единице. Хоу. Ну, ладно. Одна единица. Это не так страшно. Главное, существа пока живы. Это самое главное. И еще раз драваюсь. В этот ход я ему уже наношу... Один... Ой, девять единиц урона. Главное, чтобы он не смог зачистить стол. И следующим ходом я уже нанесу гораздо больше урона. Так. Снова автокаст. Ух ты! Свайп! Как раз таки после дыхания дракона. И в лицо на восьмерочку. Офигеть. Офигеть. Ну, у меня есть таунт. Получи в лицо. Поставлю-ка я сюда волка потом. Ну, хотя можно и сейчас. У меня уже есть 14 урона. Пожалуй, да. Я не буду рисковать. И заряжу эти 14 урона прямо сейчас. А сюда поставлю варгена. Стоп. Блин. Ну, ладно. Поставлю варгена, да. Две единицы. Здоровья. Надеюсь, будет... Летал следующим ходом, и он ничего не сможет... Возвращает существо. Ну, только на восемь, да, бьет меня в лицо. Да, на восемь. Да, дракон по темпу не успел. И мы сейчас пропишем, ему летал. Да, мне везло то, что мне всегда заходили таунты, такие дешевые. Я их мог легко подставлять ему под атаку. В принципе, с зоулоком можно легко убить этого дракона, так что дерзайте. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»